я отправляюсь в москву где я буду учиться летать по приборам учиться я буду вот здесь в с 7 тренинг очень конечно не терпится приступить уже к практике которая начнется буквально на следующей неделе в основном мы будем летать на тренажер а дальше начинается самое интересное так ребят я снова в с 7 приехал для того чтобы летать на тренажере плюс у нас брифинги наземная подготовка в общем моя задача научиться делать все что я умею при визуальных полетах в приборных условиях плюс еще сверху все эти схемы заходов выходов точкам принятия решения высота ну не суть в общем пойдемте смотреть как это происходит но сначала нужно пройти всю ту часть которая связана с тренажером стандартная стоковая 172 с пришел в ангар там где стоит тренажер но перед тем как начать посмотрите какой тут набор классных самолетов но мне конечно интереснее всего вот этот это айкон 5 по моему он называется уникальная особенность этого самолета в том что он может садиться как на твердую взлетную полосу так и на воду винт находится сзади видите вынесен наверх короче очень крутой аппарат крылья складные то есть его можно прям погрузить на прицеп и ехать с ним на машине по городу или в гараж вообще поставить ну и внутри выглядит вообще супер вот на такой сокате я раньше мечтал tb20 но потом я пообщался с человеком который на не летал он игрит плохая мечта потому что у нее маленькие элероны соответственно чтобы управлять приходится вот так вот просто крутить штурвал и при этом у нее огромный руль высоты таким образом наоборот все на посадке просто какие-то микроскопические движения как мне сказать гинекология начинается в общем я так подумал и наверно все таки tb20 не будет теперь моей мечтой это александр а это уже тренажер смотрите на котором я буду летать в общем мы сидим вот здесь в кабине гармины тысячные все точь-в-точь как я вам только что показывал на той цесне 172s только тут все как бы по наружку соответственно можно здесь на компьютере выставлять условия видимости в облаках мы не в облаках высоту границу облаков здесь также полностью загружен вот этот аэродром плюс есть еще куча других аэродромов то есть мы можем тренировать заходы выходы отказы любые ситуации чем мы собственно тут и занимаемся тинькофф автокредит друзья предлагает приобрести понравившуюся машину даже если денег на нее не хватает для этого нужно лишь выбрать машину мечты оставить заявку на кредит и узнать решение банка в тот же день кстати вы можете выбрать как новую машину так и машину с пробегом для подачи заявки не потребуется никаких справок о доходах или поручителей вам нужен только паспорт не придется беспокоиться о первоначальном взносе приобретении каска и прочих услугах кредитный лимит до 8 миллионов рублей если при покупке вы не потратите всю сумму то остаток сможете потратить по своему усмотрению например приобрести страховку доп оборудование или зимнюю резину что как никогда актуально тинькофф больше 16 лет работает на рынке финансовых услуг и является система значимым банком страны которому можно доверять более 30 миллионов человек уже пользуются услугами тинькофф поэтому присоединяйтесь если нашли машину своей мечты воспользуйтесь удобным автокредитом в тинькофф начинаем с карты каждый день для того чтобы она у тебя было прям при fly inspection complete parking brake set ну давайте ребята вам покажу теперь как запускается самолет сначала у нас стендбай батарея сначала тест 10 секунд держим теперь arm получается армируем поп сразу запускаем миша обороты прибираем чтобы было 1000 и смотрим давление масла все в зеленой зоне супер так с чек-листами закончили уже даже не стал это все снимать в общем теперь начинаем руление руление у них не поход полет похож на настоящий а вот руление но укачивает по-настоящему скажу из-за всех этих экранов ну что мы на предварительном соответственно у нас пошел следующий чек-лист 190 взлетаю выдерживаем направление как можем скорость 49 50 отрыв площадочка разгоняем 70 узлов переходим в набор держим тангаж не больше чем 10 1 час тренажера позади ночь сложно ребята очень сложно как меня укачало не то чтобы тошнит но знаете когда на поезде четверо суток ехал ты такой идешь у тебя все на данный момент прошло три дня как я занимаюсь на тренажере и если поначалу я прям волновался что ну очень сложно пока м этот garmin тысячный как его программировать как им пользоваться как вообще ориентироваться то сейчас происходит уже понимание понятно что еще далеко не все функции мы прошли но уже я могу летать по аэродрому уже могу уйти на запасной я уже знаю как запрограммировать в юар айл с еще с автопилотом научился работать по автопилотка что летать кайф но надо убить по всякому летим мы сейчас в автопилоте ну и соответственно сейчас мы контролируем скорость снижения высоту на которой мы на определенном расстоянии должны выйти ждем когда вот эта белая пелена облаков превратится в видимость взлетной полосы так все отключаем автопилот полосу наблюдаю принимаю решение на посадку вручную докручиваю самолет скорость контролирую флайт директора убираю так скорость 83 узла выпускаем закрылки на 20 спухание парируем так отлично ну что ребят пять дней в москве ровно четверть программы обучения уже практики позади 10 часов на тренажере налетал 5 часов граунда соответственно еще мне нужно 20 часов на тренажере 10 часов на реальном самолете еще 15 часов граунда в общем мне еще три поездки в москву точно предстоит для того чтобы закончить учебу а я сейчас после вот этого опыта который получил начал думать о усовершенствовании своего самолета мы уже начали искать adf and be вот эту всю систему антенна блок управления прибор на приборную панель в общем я думаю что нужно дальше прокачивать самолет для того чтобы пользоваться этими знаниями в реальной жизни и вот спустя месяц я снова здесь в с 7 буду продолжать учиться на полеты по приборам честно признаюсь немного подзабыл уже то что мы проходили теорию я помню на имею ввиду что моторика сто процентов вся ушла и сейчас снова надо будет наверно час минимум пристрелочный итак ребят сегодня летаю в сочи мы находимся сейчас на этом участке маршрута будем следовать на привод после пролета привода будем строить заход на полосу 06 индиви после пролета будем выполнять уход на второй круг по схеме ухода на второй круг и после выхода на индиви выполним повторный заход с посадкой на полосу 06 сочи и при этом ребят например что сочи это самый сложный аэропорт россии потому что там с одной стороны вот здесь вот да у нас высоченные горы с этой стороны постоянный ветер со сдвигом ветра какие-то грозы там все время низкая облачность и полет практически полностью проходит над водой в единственное место куда можно будет зайти при отказе двигателя это сам аэропорт и полоса потому что какую-то площадку здесь найти и выполнить на нее посадку мы вряд ли сможем поэтому да действительно можно его считать связи с этим самым сложно мы сейчас выполняем полет со снижением до высоты минимума находимся на предпосадочной прямой диспетчер ожидает доклады готовности к посадке 67 199 к посадке готов 6799 полоса 06 ветер земли 100 градусов 5 метров в секунду посадку разрешает о смотрите волоса начинает прорисовываться клиренс нам уже дали на посадку смотрите как я мимо до зашел вышли из облаков и увидели 4 белых это означает что мы не соответствуем критериям стабилизированного захода и необходимо уходить ну что очередной день времени 9 утра я уже нахожусь в с 7 приходится вставать ни свет ни заря для того чтобы ездить в торбе его на занятия но меня это не напрягает потому что я еду с вот такой вот улыбкой на лице каждый раз так как мне очень нравится процесс обучения вообще вам хочу сказать что полеты по приборам это самое интересное из авиации я даже подумать не мог что сидеть и заниматься на тренажере просто с какими-то мониторами щелкать воображаемые кнопки воображаемого самолета настолько захватывающее предприятие ребят это просто супер круто и я конечно каждому авиатору у которого нет айфа рейтинга рекомендую его получить потому что это очень интересный процесс если попытаться объяснить простыми словами до для широкой аудитории то это как будто бы знаете мне нужно сказать одну и ту же фразу какой-то текст небольшой на разных языках мне нужно выучить эти языки и вот здесь то же самое каждый заход по приборам каждый вид навигации пилотирование отслеживания тех или иных параметров совершенным образом по своей сути отличается от других вариантов я могу одну и ту же задачу выполнить либо через view ар либо через gps через gps опять же есть абсолютно разные виды заходов с вертикальным наведением без него есть точные заходы заходы с минимальной высотой снижения заходы с точкой принятия решений и так далее и самое главное что я там в небе в облаках в абсолютной пелене благодаря своим приборам могу полностью ориентироваться и даже без gps есть огромное количество вариантов как это можно сделать в общем медленно но верно постигаю все эти азы уже половина тренинга позади даже чуть больше половины скоро начнутся полеты на самолете ну а пока что добиваем тренажер пойдемте новый день кстати сегодня у меня будет новый инструктор это как такая компьютерная игра только для взрослых и очень дорогая компьютерная игра 500 тысяч поиграть стоит на видео время летит незаметно в реальной жизни прошел месяц того момента как я здесь был последний раз приехал доучиваться все мне буквально четыре максимум пять дней это вместе с экзаменом если все пойдет по плану я получу свою лицензию полетов по приборам и вот знаете что хочется отметить казалось бы я уже ну всю программу прошел уже как орешки все щелкал все упражнения проходит месяц я сегодня пока ехал начинаю анализировать я прям что тут подзабыл тут призабыл тут не до конца помню на самом деле очень классно вот так вот учиться на скопом до таким типа 5 дней подряд потом раз месяц два перерыв потом опять на пять дней приезжаешь интенсивный курс проходишь все заново вспоминаешь и она вот тогда реально хорошо откладывается в голове уже в долгосрочную память я же самое главное не сказал сегодняшнего дня я наконец-то начинаю летать на настоящем самолете и все то что мы до этого разрабатывали и тренировали в теории теперь будет притворяться в жизнь на практике этот вопрос мне постоянно задают в комментах ребят я вам на него отвечаю как я записываю звук есть вот такой вот провод здесь колокольчик в него вставляется моя радиосистема соответственно вместо радиосистемы так и вот таким мини джеком мы выходим мы прям втыкаемся в камеру все арбеевый старт 67199 разрешите предварительный туда до конца рд-5 вон она вижу спустя 7199 разрешите исполнительный принимайте исполнительный полоса 22 занимаетесь полоса 22 занимаетесь полоса 22 6719 Взлет с набором над точкой 4000, занятие до лужи. Так, разгон, набор скорости 40, 50, 55, отрыв, площадочка, ох, как он хорошо летит, такой он плавный вообще. Приступаем к цирковым трюкам. Выполним левый стандартный разворот в 80-260. Это у меня получается... Помнишь, я тебе про вот эти риски рассказывал? Ага. На дне 10 градусов засекаешь? В самолете, конечно, совсем по-другому ощущается все. Конечно. Ну, по ощущениям легче. Но с другой стороны ответственность совершенно другая. Ты уже понимаешь, что ты не на земле на попе сидишь, а он летит, ты где-то находишься. Это да, и непонятно где он я сейчас нахожусь вообще. Сейчас будет сваливание. То сразу по тангажу его исправляешь, потом убираешь кред. Но, да, в первую очередь на тангаж сразу привязываешься, потом смотришь остальные параметры. Не в землю ли ты летишь? Вот сверху вот такие вот стрелочки. Вот у нас произошло сваливание. Штурвал сразу же от себя, плавненько. И плавно-плавно, без увеличения оборотов, выводим его в горизонт и режим горизонтального полета. То есть это вот как воспринимается сложное пространственное положение, вот мы в углаках летим. Вот совершенно по-другому, мы же до этого делали только в визуальных полетах. Плавно снижаемся до 1000 футов. Скорость 70, закрылки 20. Вышли из-за плакопа, полоса появилась. Плавное, снижаемся до 2000 футов. Положи руки на колени, закрой глаза, и твоя задача определить пространственное положение самолёта и вывести самолёт из этого пространственного положения соответственно. Вывод. Самочувствие. Так уже подукачивает, конечно, но нормально, жив, здоров. Отказ двигателя. Посадка вне аэродрома. Вне аэродрома, да? Да. До того я, наверное, поле не дотянул уже. Хотя, на самом деле, я и до того я дотяну поле. Не, я не буду баловаться, я на это поле пойду, ветер у нас вот так вот надо садиться. Проверяем топливо. Топливо присутствует, микшер полный, магнета включена. Если что, пытаемся перезапуститься. Да, включаем филпамп. Не запустился двигатель. Дальше приоткрываем двери, раз мы садимся. Двигатель не запустился, действие. Выключаем ключ, выключаем топливо, отключаем. Так, закрылки нам нужны. Да, закрылки будем полные выпускать. Потом выключим мастер. Minimums. Minimums. Мастер в полете можно выключать? Просто вообще, в принципе. Да. Двигатель при этом будет работать? Да. Хорошо. Хорошо. Посадка как можно на меньшей скорости. И, соответственно, тянем, тянем, тянем. И потом на свою стойку тянем, чтобы не закопаться сразу. Уход на второй. Все. И обычный набор высоты делаем. На высоте 900 убираем закрылки. От домов отвлечу в сторону. Так, скорость. Уходим вправо ко второму. Взвороту. 199. Задание закончили. Имитация на грунтовую полосу с курсом 22. И у нас имитация пожара. Планируем далее работать без связи. Все. У нас возник с тобой пожар. Твигатель только мы не выключаем. Сначала что мы делаем? Сначала разгоним скорость. До 140 можно вообще 100? Сначала. До 130 можно. Пожар погас. Мы перекрыли условно с тобой топливо. Выключили магнеты и обесточили самолет. Выключай. Наушники снимать. Теперь мы можем говорить только так. Ура. Условно у нас планер. И смотри, что у нас еще произошло с тобой. У нас отсутствуют закрылки с тобой. При заходе на посадку мы можем с тобой включить батарею, выпустить закрылки и сразу выключить ее. Так, скорость 70. Соответственно, ну, дверью открываем. Допливо у нас уже перекрыто. Так, высота у нас достаточно большая, на самом деле. Поэтому надо немножечко ее сбросить. Раньше времени закылки не хочу выпускать. Он не долетит, да? Да, я потом могу не рассчитать. Но опять же, вот здесь можно включить мастер. Выпустить закрылки на 10. Скорость контролируем. Мастер выключаем. До полосы долетаем. Соответственно, здесь включаем мастер, выпускаем закрылки full. Контролируем скорость. Мастер выключаем. Ну, да, мастер выключаем. Все. Дальше. Не, ну, это точно самое интересное занятие вообще из всех, которые у меня были. Останавливаемся. И ты командуешь эвакуацией. С тобой рядом тут девушка сидит или еще кто-то. Так, внимание, экипаж, остановка. Дверь у нас уже были разблокированы. Эвакуируемся. Командуешь эвакуацией. Я тут мог, конечно, и без сознания уже лежать. Если нужен огнетушитель, соответственно, покажи, как ты будешь снимать огнетушитель. Раз, два, три. Опа. Так, ребят, наконец-то мой первый полет по приборам сегодня состоится. Прямо сейчас мы будем учиться подавать план, звонить в зональный центр, со всеми все договариваться, согласовывать. В общем, то, что мне действительно предстоит делать на практике, когда я решу летать по приборам сам. Рисуем маршрут. Подаем план. Убеждаемся в том, что план у нас принят. И теперь, после того, как он подан, нам необходимо будет этот маршрут согласовать. Аэроузловой диспетчерский центр. Нужно будет им позвонить и получить от них диспетчерское разрешение. Если мы этого не сделаем, то это выглядит следующим образом. Мы набираем 4000 футов над точкой, связываемся с Домодедово круг и минут 10 висим над точкой, потому что они начинают согласовывать наш план. Дальше. Так как мы летим в аэропорт Равенское, то нам с диспетчером Равенского тоже нужно будет согласовать то, что мы к ним летим. Ждите нас и рассказываем им, что вообще мы там собираемся делать. Несмотря на то, что они наш план видят. То есть это их личное требование, пожалуйста, позвоните, сообщите нам, что вы к нам летите и что вы собираетесь у нас делать. Когда эти вопросы все решены, мы готовим рабочий план полета. Здесь я пропустил, необходимо посмотреть на Метавиа-2 погоду, для того, чтобы внести ветер на высоте, на который мы полетим, в этот рабочий план полета, для того, чтобы у нас правильные все курсы были. Хотя и рабочий план полета мы строим в WPLN.ru, который позволяет нам автоматизированно этот рабочий план полета готовить, и этот же рабочий план полета рассчитывает топливо, тем не менее мы отдельно все равно топливо на полет рассчитаем. Для того, чтобы убедиться в том, что нам его хватит на этот полет, с учетом ухода на запасной, с учетом ухода с рубежа на запасной, то есть мы должны все равно все это учесть. Посчитаем обязательно обцентровку, навигационный план полета на картиночке. Поскольку мы по ПВП, когда мы летаем, это именно навигационный план, а когда мы летим по приборам, подразумевается, что мы не ведем визуальную ориентировку, поэтому будет это уже называться радиоплан. Мы должны обязательно изучить сборники аэронавигационной информации, или АИП, то есть изучить схемы подхода, захода на посадку, вылета, изучить сам аэропорт, куда мы летим, особенности его. Все это в сборник аэронавигационной информации будет описано. Ох, звучит так, что проще не лететь. Торбеево старт, 67199, разрешите запуск на стоянке, полет в маршруту в Раменское с набором 4000 футов над точкой. Взлетаю, полоса 22, 67199. 67199, на первом разрешите набор 4000. 199, набирайте 4000, буду занятие доложить. Набираю 4000, занятие доложу, 199. Давай по порядку. Занимаем горизонт, устанавливаем режим горизонтального полета, стабилизируем самолет, у нас автопилот сам его стабилизирует. Определяемся с дальнейшим направлением движения по кругу, проверяем частота 125,3 у нас есть и на этой частоте докладываем. Домодедово круг, добрый день от экипажа. Cessna 172, 67199, 4000 над Торбеево, разрешите на Дотте с набором 9000 футов. Раван, 67199, Домодедово круг, здравствуйте. Набирайте 9000 футов прямо на Дотте и полк ЮНХ 10, 34 гектапаскаль. 1034, 9000 прямо на Дотте, 67199. Бери пока курс 122 влево, окей. Тем более, что мы прямо над КТА, не исключено, что этот курс у нас будет правильный. Так, ребят, мы выполняем полет. Выше облаков, с потрясающим видом, наслаждаемся красотой. Следим за всеми параметрами, засекаем таймер, смотрим на температуру окружающей среды. Кайфуем, имеем огромную высоту. 9000 футов, это 3 километра. Это мы можем 30 километров спланировать, если что. Роман, Ана, 67199, и влево курс 3, 4, 5. Примерно на Донпу будете как раз этим курсом выходить. Курс влево 3, 4, 5. Роман, Ана, 67199. Так, ребят, мы уже приближаемся к аэродропу посадки. Высота 2000 футов у нас приближается, запищал автопилот. Сейчас будем выполнять приборный заход, соответственно, у меня уже тут шторка как раз. Я ничего не вижу именно в ту сторону, где я должен видеть полосу. Мы настроили частоту радио ИЛС, соответственно, мы ловим сигнал вот этого передатчика из самолета. Поймав этот луч, мы прям точно окажемся на траектории снижения. У нас работает автопилот. Сейчас уже не время наслаждаться полетом, сейчас время заниматься полетом. Взлет с конвейера готов. Выходите на посадочный, ВПП-130, заход разрешаем. Заход ВПП-30 разрешили. 67199. Вышли, глайдслоп, грин. Закрылки 10, скорость 90. Фары, такси ленд. Он финал чеклист. Микшер, флепс, лайт. Так, 67199 в Клиссаду пошел, к посадке взлет из конвейера готов. 67199 на прямой, к посадке с конвейером готов. 67199, посадку взлет из конвейера разрешаем, лапа 30, у земли тихо, возможно отдельный перелет от птиц. Лапа 30, посадку разрешили, 67199. Взлет из конвейера. Заход, конечно, будем на закрылках 10 выполнять, больше выпускается смысла не вижу. В Клиссаде скорость 90, высота 1000, высота уход на второй 580. Полоса не наблюдаю. Полоса перед нами, отключаем автопилот. Минимумс, минимумс. Вот это полосище, конечно. Сколько раз можно взлететь? Сесть, пять километров. Как в поле куда-то садишься. Как в поле куда-то садишься. Добавляю обороты. 55. Площадочка. Я на самом деле рад, что в Жуковске надо летать по программе, а не в Калугу. Калуга скукота, а в Жуковске это же легенда. Ничего себе, мало, наверное, пилотов вообще в Жуковском садилось. Немногие, да. Я вообще понимаю, что стать пилотом и не пойти не выучиться на приборы, это такая ошибка была бы. И я бы об этом не узнал, пока не выучился. Тут такая история. Доброе утро, друзья. Новый день. И это последний, да, как в авиации говорят, крайний день обучения. Завтра уже экзамен. Соответственно, только что я произвел предполетную инспекцию, развесил все камеры, проверил, что у нас есть топливо, масло и так далее, и так далее. Естественно, все утро мы еще сидели с Александром, я даже это снимать не стал. План полета, радиоплан. Плюс звонили во все диспетчерские центры, получали все разрешения. В общем, мы готовы лететь на уже породнившемся со мной 6799. Вот это вот его улыбочка с сигарой. Я бы, конечно, свой самолет так не разрисовал, но на чужом таком полетать очень даже прикольно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Викторение к ДОМФе, набор 9000 футов. Роман Ана 67199, Домодед Вокруг, здравствуйте. На текущем курсе набирайте 7000 футов. Набираем 7000 футов, Роман Ана 67199 на текущем курсе. Роман Ана 67199, курс 120, набирайте 9000 футов. Курс 120, набираю 9000 футов, 67199. Свердловский 274, снижайтесь 5000 футов. Снижаюсь 5000 футов, СВ-274. Ребят, это шесть! Свердловский 272, снижайтесь 7000 футов. 7000 футов, СВ-272. Он ни на секунду не замолкает вообще, это сплошняком идет уже минуты. Свердловский 272, приборная скорость 210 узлов прямо на Ифуту для очередности. Ифуту скорость 210, СВ-272. Подумал, там, оттуда вы не загружены. Курс 120, прямо на Амезу, набирайте эшелон 130. Курс 130, 1343. Свердловский 407, набирайте эшелон 140, работайте Москва, подход 134, 0. Набираем эшелон 140, работаем 134, 0, 247. Когда я еще успеваю, это страшно, будете сказать. Хороший смену, красавчики вообще. Мужики, вот прям наверняка кто-то смотрит из Домодедова круг. Ребята, вы просто красавчики капитальные. Я даже в Нью-Йорке, когда летал, в Браво, там так не тараторили. Капец, супер вообще. Ну что, ребят, день экзамена настал. Сейчас 8 утра. Готовлюсь. Вчера долго не мог уснуть. В голове все время эти схемы все у меня крутились. Ну, в общем, готов. Уверен в себе. Надеюсь, все получится. Понятно, что можно что-то забыть, человеческий фактор. Но я в себя верю. В общем, пожелайте мне удачи. Естественно, экзамены снимать нельзя. Да вы, в принципе, и так все видели. Потому что все обучение я снимал. В общем, все. Настроились и пошли. Сначала будет блок теории 2 часа. И после этого полет. Будут заходы. Илс, ВИОР, НДБ. В общем, все то, что мы умеем и отрабатывали на практике. Ну, поздравляю. Сдали экзамен. Сдал? С небольшими замечаниями. Ну, сдали. Все отлично. Спасибо большое. Ну что, все, ребят. Я теперь официально пилот с рейтингом полетов. По приборам. Понятное дело, что после обучения это все еще только базовый уровень. И чтобы действительно стать экспертом в этой области, нужно хорошенечко полетать. Ну, чем мы, собственно, через зайдемся. Все. Я это сделал. Еду отмечать. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!